всем привет посмотрите какая сейчас красивая и вам отсюда она поменяла цвет свои листвы он стал таким желтеньким в живую конечно больше видно побеги имеют красно-оранжевый цвет и зимой это все достаточно красиво и вам отсюда на в 5 климатической зоне может достигнуть 5 метров на самом деле в дикой природе где-то в китае она имеет высоту до 12 метров но у нас такой не вырастает знаю есть экземпляры за которыми наблюдаю больше десяти лет и вот максимальная высота ее у нас это пять метров сегодня буду с этой ивой проводить ряд мероприятий то есть проведу такую своеобразную инвентаризацию буду чистить ну смотрите это его растет у меня в такой смешанной клумбе я ее очень люблю даю и расти в свободной форме то есть вот как она хочет смотрите какой длинный побег вот выпустила все побеги имеют спирали видную форму то есть они вьются крутятся его пластичная отличается высокой скоростью роста то есть вот утолщается с каждым годом все больше и больше набирает объемы ну здесь ногах у нее растет гортензия древовидная аннабель очень красиво летом цветет просто сказка далее тут растут у меня с ней и розы и эрика ну и там еще и ванана пурпуре значит я хочу поднять немного крону а так как все таки вот эти побеги они свисают вплоть до розы что-то где-то я обрезала в течение летом но это кстати очень опасно не делайте так самое хорошее время для обрезки и корректировки сейчас то есть уже остановлено сокодвижение наступили холода и наше растение потихонечку готовится уже к зиме так сказать к зимней спячки и самое что ни на есть лучшее время для обрезки ну вот я подошла поближе чтобы показать вот этот побег на высоте где-то метр тридцать от земли находится он кстати вот и засох либо это после зимы я не заметил либо в течение лета дальше вот такая крокодилья веточка видите какая интересная кривая вот здесь я обрезала так как росла на розу в течение лета далее вот она продолжает свой рост в другую сторону на гортензию то есть сейчас подыму немножечко крону вот это буду убирать это возможно и вот эту толстую веточку ну и аналогично здесь то есть я сохраню скелет дерево дерево будет такой же пышная с такой красивой кучерявой кроной только будет возвышаться над моей вот этой миниатюрной клумбочкой внизу сейчас можно смело стричь нашу и его прореживать крону как нам надо готовить какой-то красивый внешний вид к зиме так как сейчас как я говорю остановлено сока движения вы ей не навредите это конечно можно делать и рано весной то есть где-то ну в начале апреля и то опять таки сначала пробуем одну веточку надрезаем можно даже секатором вот такой который имеет несколько миллиметров в диаметре до сантиметра и смотрим если не начала капать водичка то есть сок то можно смело продолжать обрезку ни в коем случае не обрезаем если уже началось сокодвижение весной у наших ив так как его отличается высокой скоростью роста соответственно сокодвижение у нее такое же и она может исплакаться просто погибнуть но если не вся его то частично какие-то ветви могут усохнуть поэтому все очень делаем внимательно ну вот как я говорю сейчас наилучшее время сегодня 30 октября начинаю обрезку своей и вы буду использовать вот такой инструмент мужской конечно хочется какую-то на пилу миниатюрную женскую но вот какая есть вот сейчас этим инструментом буду работать конечно сразу взяла так диму секатор если где-то тоненькие веточки буду еще использовать конечно и его сразу начну с центра вот эту вот всю веточку надо вот такой на кольцо вот все сухенько эту вот веточку достаю вот так вот это вот тоже она смотрит вниз ее надо убрать даже вот я эту сломаю чтобы легче было пилить так 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 на кольцо вот так и будем его пилить как-то так неудобно очень близко к основному стволу поэтому иногда приходится придумывать и как-то использовать пилу немножко по-другому вот это вот сухая ветка идет вниз на гортензию совершенно нам не нужно здесь тоже надо снизу снизу пилить вверх так как при скосе я могу поранить кору основного большого ствола поэтому будем делать вот так роза будет светлее ну и самой или будет намного лучше расти сейчас плохо просматривается вот этот угол и вы наверное я все-таки часть гортензии сейчас обрежу чтобы было более наглядно и понятно что я режу и как но вот здесь вот смотрите вырезала на кольцо то есть максимально близко к стволу пенечка оставлять ни в коем случае нельзя он расти не будет он будет только забирать силы и ну болеть лишняя влага на нем будет собираться и прочее живность сложно подойти туда вниз и вес соответственно я сейчас а вот здесь вот постригу секатором что-то так вот еще она был уберем ее вот этот побег он черный сухой соответственно его необходимо выстричь так здесь здесь попробуем секатором да сам осматриваю его поближе вот смотрите черный побег вот видно да его тоже надо убирать не надо такие побеги нам оставляться они нездоровые только загущают крону так вот здесь вот поднимаюсь выше тоже черный черный и вот как интересно идет в другую сторону все вот такие тоненькие вот они обламываются самостоятельно убираем вот еще нашла один черный побег вот он надо так обрезать и здесь здесь удалила одну веточку которая шла на гортензию аннабель и вот смотрите какая получерная вот черная и часть вверх идут здоровые зеленые но опять-таки они идут вперед клумбы и на гортензию поэтому вот эту веточку я тоже сейчас вот аккуратненько вот для примера хочу показать смотрите веточка зеленая здоровая да такой имеет желто-оранжевый цвет вот здесь вот в тени а рядом кончик вот такой черный она вот такие сухие черные веточки надо удалять вот видите пол побега здорового зеленого с листиками а пол вот такого черного вот здесь хорошо видно здесь вырезала один большой побег который шел к забору и уже буквально упирался через забор выходил к соседу ну и скидывает там листву нехорошо поэтому решила это толстый побег который внизу убрать то есть мне нужна высота далее смотрю вот на этот побег он конечно видите соприкасается пересекается с основным толстым стволом если бы это было какое-то другое дерево то обязательно нужно было бы удалять вот этот побег его наша имеет свойство срастаться между собой и поначалу я думала даже оставить думаю срастется будет интересно но потому как я чистила 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 этот побег от черных сухих и вот что я обнаружила смотрите на этом побеге практически на самом конце вот такая вот лопнувшая черная кора там скорее всего какие-то вредители так как прям оттуда какие-то выходят опилочки непонятно кто точит эту иву связи с этим я решил этот побег вырезать на кольцо то есть нам такие слабые побеги не нужны то есть которые уже содержат вот такие раны ну и могут распространять какие-то заболевания и вообще ослаблять морозостойкость и здоровье нашей ивы поэтому вот эту всю веточку я сейчас буду вырезать значит вырезаю максимально близко к основному стволу вот как здесь я сделала аккуратненько она затянется вот это вот это не ямочка среза тянется следующем году в принципе его видно не будет но вот аналогичным способом я вырезала здесь две веточки и сейчас буду резать вот эту максимально близко к стволу но опять-таки смотрим чтобы пила не терлась вот здесь аккуратненько держим посматриваем на две стороны если я уже взялась за что-то то доведу до конца да вот приходится спиливать такие побеги так как одна а мне нужно навести порядок и справиться с этой и вы отправить ее красивой зиму здоровой вот и все так вот аккуратненько все мы спилили максимально близко к стволику смотрите какие две огромные ветки пришлось выпилить вот одна вторая я этого не хотела вот что получилось с моей ивой посмотрите сколько сухостоя вот эти вот черные побеги смотрите их очень много поэтому нужно проводить инвентаризацию своих ив особенно взрослых такие побеги не нужны все сухенько нужно удалять откуда появилось только черных побегов не могу сказать всем известно что это его не очень морозоустойчивая но в связи с тем что достаточно она взрослая посмотрите какой там у меня ствол где-то около 20 сантиметров в диаметре и конечно какие-то веточки вот такие вот слабенькие тоненькие подмерзают я конечно весной все обходила смотрела где-то что-то убирала возможно это почернело чуть позже после моего осмотра но так как его растет быстро и обрастает зеленью я конечно не досмотрела этого уже видно не было но сейчас посмотрите сколько сколько я собрала вот этого сухого ненужного нашей и я ну и конечно получилось хотела немножечко все по-другому чуть-чуть приподнять крону но получилось намного выше за счет чего за счет того что пришлось убрать два огромных побега то есть у меня остался ствол такой птичкообразный было немножечко больше ну и подняла крону подняла крону где-то на высоте метр восемьдесят вот все до сюда если были какие-то тоненькие тонюсенькие побеги они были все черные то есть мало что пришлось выпиливать убирала только такие толстые большие которые смотрели вниз всю крону сохранила вот она такая большая которая имеет я говорю около пяти метров высоту и такая же его в диаметре освободилось место внизу под ивой то есть будет какой-то просвет для моих растений пока обрезала и его мешала мне гортензия на боль часть кустика вырезала часть оставила ну это чуть позже обычная она были обрезаю весной весь куст но так как сегодня я занялась формировкой и обрезкой своей любимой и в мацудана вот смотрите какие у него красивые извилистые побеги ну и вот уже она вышла за рамки клумбы насколько хотя вот в прошлом году вот эти вот веточки они висели буквально вот над розами сегодня это уже от ствола ну метра два по кругу я конечно не хотела так и и обрезать так получилось но зато его моя чистенькая убрала все сухие ненужные веточки убрала один толстый побег который был с ранка непонятно что там он тоже не нужен убрала ну и вот такая крона я думаю в следующем году напустят много молодых побегов и крона будет очень пышно очень зеленая притягивающая к себе внимание поэтому сейчас посмотрите свои ивы возможно вам тоже нужно где-то что-то почистить убрать или сформировать сейчас очень хорошее время вы не навредите своей или это его мацудана поэтому если есть какие-то вопросы касательно вот этой ивы мацудана давайте пообщаемся в комментариях задавайте с удовольствием отвечу всем хорошего дня и хорошего настроения